Друзья, всем привет! Сегодня в путешествиях по Крыму мы ездим, блин, даже не знаю, как вам все это объяснить. В общем, ездить будем много. Роликов, наверное, будет не один, а несколько. В общем, выехали с утра. Переменная облачность, но больше тянет на облачность. В принципе, на улице тепло, хорошо. В общем, мы сейчас отчаливаем. Подробнее о маршруте, наверное, Алексей сейчас расскажет. Да, друзья, всем привет! Как я и говорил, я уже очень соскучился с заездой. Получается, три недели у нас машина стояла на приколе. Бедный фиксик, наверное, сам заплохел от такого долгого простоя, но завелся, как всегда, без проблем. Главное, отключить клемму с аккумулятора, как я говорил. Так, а едем мы сегодня, собственно говоря, в те места, наверное, где только ленивый не был. Ну, даже гости из столицы уже посетили эти места. Это, ребята, Степной Крым. Это Крымское село, как нам в комментариях пишут, где вы видели в Крыму деревни. Ну, пусть это будет Крымское село. Несколько своеобразное. Кстати, находится на берегу реки Салкин. Я там никогда не был. Не то, что я там никогда не был. Я даже в том районе никогда не был. То есть, всегда интересно побывать там, где ты никогда не был. Ну, и дальнейший маршрут мы будем уже, соответственно, продолжать с новым названием. Как Саня говорит, я думаю, будет три части всего этого дела. Ну, а вы заодно посмотрите, как делаются дороги, как развивается вся крымская инфраструктура, по которой мы редко ездим в сторону, вот как раз, скажем так, Северный Крым. Поэтому, думаю, вам тоже будет интересно посмотреть, как это все выглядит весной. Потому что сейчас все-таки конец март. Ну, и мы посмотрим. Ну, а дальше посмотрим подготовку, где кто как готовится к весне. Может на морях, может на полях, может в деревнях, в крымских селах. Пардонте. Все, едем. А вам дорога и приятного просмотра. Доброе утро. Я, как обычно, упала на хвост. А потом поездить. Фиксик, я прицепилась к ним с утра, говорю, накачайте колесо. А это, оказывается, оно уже просто вросло в землю. Так, а чего не надо было? Вот это вот, куда мы едем, я просто проезжала поездом. Там станция есть. Останавливается всегда там почтовый поезд. Если кто понимает, что это такое, это не экспресс. Это который на каждой станции стоит. Вот. Ну, и покататься охота. Действительно, посмотреть там давно тоже не были. Там очень давно. Поэтому с удовольствием еду. Да, в общем, ребята, едем мы в эту Пятихатку. Пятихатка эта находится примерно, ну, около 60 километров от Симферополя в сторону Джанкоя. По Джанкояской трассе, или как раньше она была, Московская. Теперь трасса не сильно востребованная, потому что она упирается в сопредельную нам территорию. А как раз по поводу ремонта дорог. Вот они, вот и проходят. Да, ремонт, видите, новый, отбито все новым бордюрным камнем. Новый полностью, с обоих сторон. И, ну, в общем, работы выходные, проходные. Работы идут постоянно. И сразу за несколько улиц взялись, прям так накинулись. Даже, честно говоря, не за несколько улиц, а за несколько десятков улиц. И все активными темпами строится. Я так подозреваю это, потому что с Тавридой более-менее закончено. И остались силы. Их кинули теперь на города. Я не знаю, как в других городах, но в Симферополе, реально, вот, видите, все везде работает. Сыпят, моют, красят, чистят. В общем, ну, хорошо делают. Сергей Валерьевич сказал, что по плану в этом году, вот за этот, получается, я не знаю, когда он просто заканчивается. Больше 40 дорог только в городе Симферополе должны сделать. Это только капитального ремонта. И несколько десятков там еще яночного ремонта. Так что, ребята, да. Вот как-то так, что это получается. Активно, активно. Я единственное, что не знаю, как это будет летом, с учетом пробок и всего остального. Центр собираются делать. Хотя сейчас уже начали делать центральные улицы. Может, специально хотят к лету успеть. Специально для этого сделали вокруг объездные дороги, чтобы в Симферополе, если кому надо проезжать через Симферополь, сам город не совался. Ну, в любом случае, молодцы. Вот когда все хорошо, тогда все хорошо. Делают, и нам приятно ехать. Меня вот интересует вопрос, почему у нас нет деревни? У нас есть деревни в Крым? Есть деревни. Конечно, есть у нас и деревни, и село, и поселки. Обиженная сенатная. Да ну, пссс. Через 500 метров. Деревни, почему обижаться? Деревни лучше, чем село. Отличается только тем, что есть там собор. Наличие церкви, да. Вы все привели в деревню. Классное название деревни. Вот так вот. Есть у нас и деревни, и села, и поселки. Вот так вот. И даже есть поселки городского типа. Такие, как Николаевка, например. Вот, ребят, видите, как здесь делают еще. То есть, реально город делают не только там в одном районе, а походу все районы начали делать одновременно, чтобы, наверное, к сезону успеть хотят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Едем. Вот, смотрите, здесь стоял железный отбойник посредине. Тоже все поснимали. Слой асфальта снят, видите, все содрали. Тоже будут по новой перекатывать. Это мы уже... Сейчас это еще улица Киевская, но она переходит в московскую трассу, и по ней же можно доехать до Джанкоя. В общем, сейчас мы выскочили здесь со светофора, и, ну, видите, что тоже делается все. На границе, так сказать. Вот, видите, ребят, как все поснимали. Новый бордюрный камень на той стороне уже установлен. Видно, что не хватает еще слоя асфальта. То есть, все это будет еще... Ну, здесь, видите, как содрали асфальт, вот так. Так его и нет. Так что привоз, это, кстати, вот наш рынок оптовый. Или оптовый, кому как больше нравится. Говорят, что будут его разгонять, закрывать, а где-то строить какой-то новый, другой. В общем, это вот такой рынок. Ну, самый дешевый, когда спрашиваете вы где. Вот он самый дешевый здесь. Кто говорит, что у нас нет Ашана, пожалуйста, читайте. Ашан, гипермаркет. За ним как раз вот этот район строится, мы его как-то показывали, это Крымская Роза строится. Новый микрорайон, жилой. Здесь вот Ашан с большой парковкой. Хотя вечно на ней всем не хватает места. А здесь у нас Мрео. А здесь у нас Мрео. Ну, уже проехали, да. Тут было Мрео с правой стороны. Да, с левой стороны, простите. И мы выскакиваем. И действительно ее делают, ребят. Действительно делают. Я не поверил, когда сказали, что нам начали делать московскую трассу. Вот у нас развязка. И в Патторе, Севастополь, Армянск. И прямо над Замкой. Патторе, Севастополь. ну дальше мы выскакиваем уже здесь более-менее закатана как раз же по этой трассе на 11-м километре это вот новая больница Семашка, друзья, 11-й километр вроде как там должны были сделать и разрыв для разворота и надземный пешеходный переход построить но сейчас мы будем проезжать, посмотрим, там и включимся вот, ребята, это новая больница, стоит она в поле стоянка, так смотрю, нормально подзаполнена но сама больница, конечно, шикардосная последний раз, когда мы приезжали ее снимать, ее видно не было, она была вся в тумане в общем, идем сейчас по Джанкойской и уже когда будем сворачивать на пятихатку, включимся так по дороге, ну ничего не могу сказать, пока все отлично все везде где сделали, прям класс-класс ну вы и сами, в принципе, видите вот так все это дело выглядит, просто отлично так, все это дело выглядит вот ребят мы ехали по хорошей шикарной дороге в четырехполосной с разделением с отбойником между пол и теперь выехали на ту московскую трассу которая она и была всегда где ничего не делали ничего не строили так как сейчас она не сильно востребована соответственно соответственно и пока я особо не делают в общем смотрите но как-то не объедет я бы назвал эту дорогу воспоминания раньше у нас все дороги такие были знаете что самое ужасное что ребят раньше у нас действительно были таких дорог было очень много и мы сейчас настолько привыкли к хорошим дорогам вот ездим уже за 7 лет до грубо говоря мы привыкли что если можно ровно чтобы тебя не ну чтобы вот такого не было что в тебя не трясло не болтала и когда выезжаешь вот в эту на эту трассу которая я понимаю что она не никчемная как бы не нужно никуда не ведущая дорога но это просто вот такая в натуре ностальгия до отрицательная но вот прям вспомнилось как она вот все здесь было это дело в том что дорогу собираются строить новую ребята я извините в камеру смотреть не могу потому что надо еще котики на дороге ну быть один не кочки а я миши так вот собираются строить новую дорогу симферополь красно-перекопск которая будет миновать джунгой ее хотят построить вот новую четырехполосную вот как она и было до этого то есть это дорога я так понимаю останется неудел ну для местных вот для разъездных деревень скажем так а то основная опять минуется деревне как таврида грубо говоря вот поэтому может поэтому ее и не латают потому что пока смысла нет нет ну как бы да согласен но может там где-то есть ставриды съезды на джунгой поэтому поэтому дорога действительно ужасно скорость у нас восьмидесяти упала до пятидесяти пока сейчас до шестидесяти вот так что что-то еще хотел сказать а там еще какие-то разговоры идут про ялтинскую обезду хотят построить ялтинскую обезду его объезд ялты то есть когда-то будет идти по горам на эстакады извините я перебью это самый классно ялтинская объездная вокруг ялты странно если бы ялтинская объездная сла через ялту люди в том что пока вот саня и вчера мне говорит она и так идет вокруг города я ему считаю что нет она все-таки город цепляет и она сейчас цепляется счетом разрастания города она уже идет через город ее хотя там каким-то передаля сами такими запустить что проект разрабатывается не у нас разрабатывается в москве так что будем тоже ждать интересно какую дорогу там на столбиках построят по горам сюда сюда ну вот она так оттуда и должна быть от массандра через я не знаю там горы везде горы ну они же хотят же виноградники при этом не пострадали аж аж да а за этим сказать быстро заливайте нет 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 еще дальше уходила туда оттуда же выходить уже на южнобережная и мы въехали в красный береговский район друзья дороги лучше не стали дороги лучше не стали мы приехали значит где-то уже в районе 30 километров от центру фарм поля великолепная такие зелененькие во всех местных поселениях продаются дома довольно дорогие села здесь довольно таки развитые они почти фактически через газифицированы с водой не знаю как из канализации газ свет вот это здесь все не во всех конечно селах но в большинстве по моему насколько я знаю и читал всю эту информацию так что цены мы конечно вам не скажем по этим селам и не поедем узнавать чё почем для этого есть специально специальный сайт да самолетик садится садится самолетик ребят на вскидку вам могу сказать так что если поискать в пятихатке допустим можно приобрести дом за миллион землей и с домом земле а что там сейчас мы приедем посмотрим остановились передохнуть чуть это вот село амурска с каким-то большим зеленым зданием не знаете что это такое если знаете напишите комментарий а это поворот написано на вас буревку но я знаю на вас буревку только на николаевская трассе здесь видимо есть еще одна на вас буревка хотя странно может просто сбуревка может я неправильно прочитал ну может быть в общем сейчас мы чуть отдышимся и рванем дальше я знаю что хотел добавить как только полоса из них полоса из дороги превратилась в двухполосную почему-то стало больше машин какой-то парадокс сузили вот это дело и теперь их много единственное что я не понимаю как они так быстро ездят по такой плохой дороге привычка дело такое ну для своего бы канала я заметил что обучены довольно грязные но не буду об этом говорить все прекрасно солнышко светит температура у нас сегодня плюс 14 сиферополя шикарные фермы вот у нас у нас плюс 14 сиферополя плюс 10 в степном крыму потому что как не курти здесь ветер поэтому здесь много прохладно смотри вон смотри электричка не знаю ребят видно вам будет или нет вон электричка идет это на джунгой джунгой соленое озеро новоалексеевка куда-нибудь кстати в пятихатке должен делать тоже остановка сейчас он уйдет здесь за рельеф спрячется но вообще должно быть видного на чешет все остановился остановился а здесь вот еще симферополь октябрьская ходит эти большие такие автобусы ходят кстати заметил что по трассе эти автобусы смело идут 100 километров в час вообще без проблем ребята это я косячная морда не новозбурьевка новозуевка тут вот просто знаете как увидел и в башке всплыло новозуевка это поворот на вазуевку вот вот а это все-таки амурская да но реки амура у нас вроде как нет поэтому едем дальше въехали в октябрьская это такое здоровое село вот она там идет с той стороны пока не особо видно но тут есть видите такие вот там они не чисто частный сектор одессе дома высоту высотками не назвать два этажа вот тут 5 этажей вот должны и так сказать да в общем высотные постройки напротив конечно же степь достиг как в принципе во всем степном крыму него особого ландшафта здесь нет но деревни с газом со всеми делами это такая хорошее поселение большое одно из центральных скажем так да овцы но что вы хотели симферополе тоже в некоторых районах можно еще увидеть вот пожалуйста керчь феодосия стоит указатель будет развилка чуть дальше на керчь феодосия кстати в масштабах материковой говоря иными словами это очень недалеко от сиферополя 3 станции метро по большому счету вот видите ли написано октябрьская и какая-то новая ферма что ли не пойму что это но что-то новое построено прям видно кто знает тоже можете написать комментарии а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, в общем, смотрите, ехали мы ехали Да, водовод и снег лежит, это правда Смотрите, друзья, снежок лежит Степной Крым холоднее И водовод идет Водовод бетонный В общем, ехали мы ехали Навигатор говорит, вам поворачивать надо А указатель стоит не Пятихатка, а Менделеева То есть вы сворачиваете с трассы Проезжаете сначала Менделеево А потом едете на Пятихатку То есть, ну, Менделеева я уже вижу, оно впереди Так что смотрите Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как строили еще в те времена В далекие Да, вот один большой В основном, конечно, все домики Ну, вот такого типа, видите, небольшие Совсем Вот это, в принципе, все Менделеева мы и проехали И дальше Едем на Пятихатку Так что, ну, такое село И село, знаете, прям настоятельно Здесь не сказать, что это глубинка, потому как Совсем недалеко от трассы Капельное орошение проводят Вот, поля ухоженные Поля, да, распахано все Ну, молодцы То есть, вот, Менделеева закончилась Ну, дорога, честно говоря, тоже не очень Здесь, но В некоторых местах она даже лучше, чем трасса Так что, сейчас доедем до Пятихатки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спросили ребят, где этот источник термальный Помимо того, что здесь Есть термальный вот этот источник, где люди приезжают Просто воду набирают вот эту Которая там 25 тысяч лет Здесь есть еще и предприятие, которое разливает ее Как минеральную воду, питьевую Очищают, естественно Она называется Бешули, по-моему Она, я не знаю, где-то еще продается Она у нас-то не везде продается В общем, да, она не везде продается У нас в Симферополе Ну, есть вот пару точек, где продаются И вот нам сказали, до моста не доезжая Направо, ой, налево 100 метров Нет, ну я думал, это следующий Да, вот до моста не доезжая Вот туда Мы приехали Наконец-таки он заткнется В общем, сейчас мы найдем все это дело Здесь стоит своя вышка Ретранслятор мобильный Ну, усилитель Это так, что связь должна быть отличная Да, это он Как-то он плохо выглядит В общем, сейчас посмотрим Так, ребят, ну вот это наш мощный Салгир Река эта у нас Ну, крымская В курсе, да, через Симферополь, которая течет В общем, у нас это самая большая река Хотя в Крыму самая большая идет Или Бештерик, или Бельбек Они все соревнуются между собой Ну, в общем, это Салгир Вода в нем, как ни странно, есть А вот то предприятие Видите, красивенькое За теплицами Это как раз там, где разливают Бешули, вот это В промышленных масштабах Здесь все выглядит куда скромнее Здесь вот такой шланг Люди приезжают, набирают себе Сами воду домой И пьют Вы ее постоянно пьете? Или постоянно, да, пьете? Ну, на чай берем А, чай сделаете А накипи, нет, не накипи, ничего Вот говорят, ему 25 тысяч лет И с глубины она идет, вот эта вода С глубины 2 километра Ну, сейчас мы дождемся Сейчас чуть подождем И попробуем, что за вода Лешик даже хочет набрать Очень хочет Зря я из Симферополя Приехал специально Специально хочу взять, попробовать Говорят, она очень полезна для организма Вводит всякие там Шлаки Радионуклиды Еще там короче, куча всего Плодотворно влияет на всякие там Сердца, почки, печень У кого душа больная И трубы горят Тоже рекомендуется пить вот такую воду Не знала, что Леша мне дает бутылочку Говорит, глотни Она горячая, реально В ней, ну это же термальная Да Мне как-то вообще-то, честно говоря Даже не это, неожиданно Неожиданно Прям горячая, горячая вода Крым стоит на вулканах, ребята Мужчина добирает, говорит, когда много И говорит, вообще в руках держать невозможно До 60 градусов, да До 60 градусов водичка Вот пьют, осадка нет Говорит, чайники кипятят На кипи нет Ну, пробуй, пробуй, что ты вот Морется А, это считай, как чаек будет Уже заезжать на чай не надо Да, она вкуснее гораздо Как-то ты странно пробуешь А как? Ну, я ее прожевала Не, вода, ну реально вкуснее Леша, а где этот колпачок? А у нас еще пару бутылок есть, так что наберем Надо, да Если Я не могу, как сказать Если без диареи Доедем до дома Значит, можно употреблять Диареи поля будем вон удобрять Саня рыбу приканывает Мы поля будем вон удобрять Ну, безоходная семья Мы всегда за природу Там рыбку покормить Здесь червячков Классненькая, классненькая А тут еще вижу Ванны принимают? Нет Нет, ванны это не здесь Ванны не здесь Ванны в другом месте принимают Да, ребята, есть смысл здесь Вдевянный пират Надо было попробовать Да, есть смысл сюда ездить Во-первых, это не очень далеко Да Как бы вот так проехать Если затарится прилично воды Можно говорить Лешик, вот и умыться хочет Ну, правда, такая классная В этой бывании Да полежать, как говорится Да, и напор такой Но видите, как Вот она всю жизнь была Шла себе и шла Здесь Вот тут дальше Была еще одна скважина Но находчивые люди Построили заводик там И разливают эти бешули По бутылочкам и продают То есть вот так На ровном месте Завод этот мы спросили Завод этот открылся Года полтора назад построили Не так давно Так что Вот так вот Кому, кто будет в Крыму Можете либо сюда заехать Либо купить бешули Попробовать Я знаю Екатерина Петровна Частенько покупает И пьет эти бешули Мне, честно говоря Вот те, которые в бутылке На вкус не понравились Эти я еще не пробовал Сейчас попробую Там бутылка красивого цвета Но бутылка такая синюшная Вот как у Лехи Вот это синие полоски Вот такая бутылка Синяя-синяя Так что да Я сейчас тоже Леха решил Место чаю напиться Да, ребята Мы вот видите Знали, что они есть Но никогда не ездили А тут вот приехали вам показать Что есть Вот такая вот Штуковина Сейчас я тоже Запью Алексей вот меня может Поснимает Исторические кадры Саня Пьет со шланга А привкус Кстати такой Металлизированный А мне показалось Металлизированный Я соду люблю Я сейчас сразу скажу Какой Так он Исдалека Вот сейчас я когда Попробовала Только Так вот Чуть-чуть Леха был прав Она больше железа Ну да Металлизированная Я же говорю Подожди Вот сейчас И умойся Умойся Как я же ее умою Как все руками Такая легкая Сразу Дороже появляется Это Леха Из-за холодного ветра Появляется Легкая Легкая Прямь пара И ребят Вода Правда Кайф Сейчас у нас В багажнике Есть пятишка Мы сейчас пятишку Наберем Очень интересный вкус Действительно Похож на то Что в бутылках Такой С привкусом Железа Но соду Я Подожди Вот сейчас Немножко пройдет Я просто И так пью соду Знаете Когда изжога Вместо всяких Этих лекарств Я ложку соды Хлоп И нормально Поэтому я к соде Привык Я могу и не почувствовать А вот железо Чувствуется сразу В общем ребят Рекомендую Полезная очень вода Приезжайте Набирайте Ну сейчас еще Включимся Ребят Ну в общем Вот такой вот Источник Показали вам Вы найдете его сразу Без всяких проблем Он прям вот Не доезжая до мостика Через С трассы съехали Проехали Проехали Через всю пятихатку Проехали Перед мостиком Сворачиваете налево И сразу Упираетесь в источник Это для тех Кто вдруг Решится поехать И набрать этой полезной воды Я напился довольно много Так что ждем эффекта Если он будет Я вам конечно же Соопчу А сейчас Мы добираемся До Новофедоровки Едем друзья В Новофедоровку Посмотреть Что там и как Как там Подготовка к сезону Идет не идет В общем Ну это вы увидите В следующей части Но это вы увидите В следующей части Поэтому Мы Чего Чего моргаем Добрый А вот бабушка Моет Видите Нет Слева от меня Слева Слева от вас Бабушка Вот там Набирайте Набирайте Пожалуйста Видите друзья Мы не одни Такие Тоже люди Приезжают Ищут Где это Что это Теперь тоже будут знать Поехали Сейчас наберут воды Ну я же говорю Мы ждем эффекта Если он будет В следующем ролике Вы все это увидите Увидите меня С эффектом Или без И нас всех В Новофедоровке Все друзья Всем пока Оставайтесь с нами Ждите следующий ролик Поставьте лайк Напишите комментарий Все это помогает Чем больше лайков И комментариев Тем быстрее Выходит новый ролик Все друзья Добираемся До Новофедоровки Да ребята Всем пока Не забывайте Подписываться на все Что есть у Сани Потому что да Знаете Когда нет активности На канале То как-то Их желание ездить Пропадает А так Когда вы Орете И хлопаете В ладоши Что давай 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 Как-то Их желание Появляется Ну не забывайте Все-таки Что у нас весна А весной Хочется творить И создавать Так что Теперь мы Будем ездить чаще Ну видите Как все Многословно Было сказано Я просто попрощаюсь Всего вам доброго До встречи Тем более Лайки Комментарии Бесплатно Постоянным Подписчикам Скидки Комментарии